Можно ли заливать дизельное масло в бензиновый автомобиль? Друзья, всем привет! С вами Иван и канал Автокараж23. Такой вопрос можно часто встретить на форумах в интернете и среди автовладельцев. Многие водители пишут, что пробовали дизельное масло заливать в бензиновый двигатель и ездить на нем определенное время. Что если залить дизельное масло в бензиновый мотор, то автомобиль начинает тише работать, а давление в системе смазки поднимается. Давайте в этом вопросе разберемся. Да, кстати, напишите в комментариях, а вы пробовали использовать дизельное масло в бензиновом автомобиле? Мне интересно было бы узнать ваше мнение и почитать отзывы. Для того, чтобы знать, в чем отличие бензинового и дизельного масла, нужно в первую очередь понимать о различиях в работе бензинового двигателя и дизельного. Дизельные моторы в некоторых своих узлах более теплонапряженные, чем бензиновые, так как степень сжатия у них почти в два раза больше, чем у бензинового мотора. А это, в свою очередь, напрямую сказывается на процессах окисления, и они протекают значительно быстрее, чем в бензиновом. Кроме того, солярка в дизельных двигателях сгорает не полностью, и поэтому в дизельных двигателях всегда образуется большое количество продуктов неполного сгорания, то есть сажа и прочее. А за счет большой степени сжатия в картер прорывается большое количество газов, больше, чем в бензиновом двигателе, которые, в свою очередь, окисляют масло. В дизельном топливе гораздо больше серных соединений, чем в бензиновом. Поэтому при сгорании они образуют большие окислы серы и очень агрессивны. Соотношение топлива и воздуха в дизельном двигателе иное, чем в бензиновом. Для дизелей воздуха нужно гораздо больше. В свою очередь, это приводит к образованию нагара и к загрязнению. Поэтому состояние воздушного фильтра для дизеля очень важно. Все это заставляет производители дизельного масла вводить дополнительные присадки для нейтрализации продуктов окисления. Как правило, дизельные масла имеют большее щелочное число и, соответственно, более устойчивы к окислению. Двигатели легковых автомобилей более оборотистые, а двигатели грузовых автомобилей, то есть дизелей, наоборот, рассчитаны на более долгие сроки замены масла, как в километрах, так и в моточасах. Отсюда и некоторые различия в спецификации масел для легковых и грузовых автомобилей. Основная проблема дизельного мотора, как я сказал раньше, повышенная загрязненность сажей и окисления, а, соответственно, большая потребность в щелочах. В то время как для мотора на бензине, наоборот, стабильность масляной пленки и устойчивость к выгоранию. В дизельных маслах в них выше щелочной уровень, который необходим для расщепления и удаления твердых отложений. Эти масла больше поддаются нагарообразованию, называется зольность, повышенная зольность. То есть при работе двигателя на высоких оборотах. И как я говорил выше, дизельное масло, оно не любит высоких оборотов. Соответственно, применение такого масла в современном бензиновом моторе, где требуется малая зольность, а масло поддается большим температурам, приводит к тому, что двигатель изнутри, наоборот, покроется смолистым нагаром. А поршни и все масляные каналы будут быстро закоксовываться. Следовательно, забитые масляные каналы приведут к масляному голоданию и задирам. То есть я бы порекомендовал заливать его как промывочное масло, но не на повседневку, а допустим перед тем, как вы собрались сделать капитальный ремонт. То есть залили его, поездили, слили, разобрали мотор, чтобы вот эти все отложения, и их было легче удалить. У меня знакомый на протяжении двух лет свою шестерку заливал дизельное тракторное масло. Все, как положено, менял раз 8-10 тысяч, но в какой-то момент у него загорелась лампочка давления масла. Но он приехал ко мне, и мы начали разбираться, в чем проблема. А я в курсе был, что он на дизельном масле ездит. Скорее всего, закоксовались масляные каналы. Мы открутили масляный фильтр и с помощью компрессора, сжатого воздуха, внули в канал масляного насоса. Сначала воздух не шел, а потом потихоньку-потихоньку его начало пробивать. Установили обратно фильтр, опустили двигатель, и лампочка давления масла потухла. Когда мы сняли поддон двигателя, метка масляного насоса была сильно закоксована. Был слой отложений. Картина была такая, что я просто был в шоке от этого всего. Так что, друзья, если положено заливать в бензиновый двигатель бензиновое масло, заливайте в дизельное-дизельное. И надо проводить вот эти эксперименты. К хорошему это не придет. Ну, ради эксперимента можно. Ну, а с вами был Иван, канал Автогараж 23. Подписываемся, ставим пальцы вверх. До новых встреч.